Иди сюда, жирная ты медвежья задница. Я тебя жду. Ах ты зараза! Кровь! Субтитры сделал DimaTorzok Просто сбился со счета. Сегодня у нас 25 декабря. Луидор решил с руки. Каплану решил с руки, вспоминая со стороны удобную фразу. Но так или иначе, несмотря на такое грустное событие, мы сегодня с вами записываем пятничный эпизод. Последний в уходящем году 22-го года, проклятого года. Но все же записываем эпизод по Ларри Крофт. У нас будут следующие эпизоды уже начнут спокойно со 2-го января. Они будут идти в стабильном режиме, говорю заранее. То есть они будут проходить спокойно точно так же. Геймплейные ролики на них никак не отразятся. И прежде чем мы с вами продолжим играть в эти эпизоды, я хочу сказать всем спасибо, кто нас поддерживает. У нас больше 1400 подписчиков. Наш канал очень с вами прекрасно вырос за этот год. И я, конечно, еще запишу отдельное видео поздравительное. Но, ребят, хочу сказать всем спасибо, кто смотрит, пишет комментарии. И по поводу как раз-таки ваших прекрасных комментариев. Сегодня, сейчас я пришел, что в конце сорновы большинство, наверное, будут скипывать. Поэтому, чтобы уж наверняка, я решил, знаете, как сделать? В начале сейчас и в конце зачитать по рандомному комментарию. И вот сейчас я как раз-таки рандомно открыл. У меня сейчас появился. И хочу зачитать комментарии нашего подписчика Вектора. Вектор пишет. На что я ему уже успел ответить сегодня. И сообщил как раз-таки, что... Ну, во-первых, я его тоже поздравил. Вектор. Вот, если что, кто не верит. Я вижу все через YouTube приложение. У меня каждый комментарий сохраняется. Даже если YouTube его скрывает. Так что не переживайте. Я все ваши комментарии вижу. Слава приложению Творческой Студии. Большое спасибо Вектору. Вектор, еще раз большое спасибо. На что я ему, кстати, ответил. Отвечу точно так же. Вектор, благодарю. И вас с наступающим Новым Годом. И прошедшим Рождеством. Ну, католическим имеется в виду. Уверен, что добьем до двух миллиардов подписчиков. Два миллиарда. Берем два миллиарда. Ветка, два миллиарда минимум. Двутриллион пока еще не существует людей. Поэтому. Хотя. Нет. Сразу. Зачем лишнее. Как-то лучшие настоящие люди. Два миллиарда человек на канале. Это наша цель. Ну, ладно. Формально. Моя цель начинается от десяти миллиардов. Но. Ну, к тому времени у нас уже как раз на плате будет десять миллиардов. Так что, я думаю, каждый новый подписчик, кто рождается, тот уже появится. Ну, и, конечно же, ребят. Я вам написал по поводу кода Вероники. Код Вероники нас всех ждет. И, ребят. Не забываем. Это был первый комментарий. А любой второй рандомный комментарий в течение этого вечера пока что. Потому что я заметил, что сейчас активно пишут люди у нас комментарии к разным видео. Я выберу рандомно. Случайным образом. Просто пролистну вот так и тыкну. И посмотрим, что и кто у нас там выпадет. Так. Ну, а сейчас мы с вами продолжаем. Вебку выключаю. Не сквертываем видео в конце. И продолжаем. Погнали. Тем более, у нас там ждет какой-то великий махач. Погнали. Итак, ребят. Мы зашли. И я думал, будет дольше загружаться. Поэтому я вебку сейчас включу для начала. Здесь внизу выскочила одна достиженница. И я хочу его глянуть. Давайте-ка мы его глянем быстренько. Так. На это не обращаем внимания. Что это у нас за достижение выпало такое? В поисках приключений пройдите пять испытаний. Ясненько. Ясненько. Ладненько, как пел Эссвентура. Все. Я просто его упустил. Я не успел посмотреть, что это достижение. А обычно они высвечиваются здесь внизу. Так что, смотрим внимательно. Погнали. Итак, давайте разбираться, что у нас дальше здесь будет. Мы купили с вами ремонтный набор. Ура! Ура! Ну, ремонтный набор у нас. Давайте смотреть, что у нас здесь есть. Нас с вами, как бы... Давайте отправимся теперь в следующую долину. Потом с вами купим подствольный гранатонет. И будем там что-нибудь добывать. Да. Там только одна точка. Мы-то, по-моему, еще охоту на кур устраивали с вами, насколько я помню. Да? Охота на куры. Интересное такое событие, мероприятие. Там-та-та-там-там-та-та-там! Приветствую! И тебе приветствую! Что ж, давайте определять под этим прекрасным пафосом. Это пещера внизу, я уже понял. Но тут наверху есть какая-то колокольня. Давайте там тоже походим. Вот здесь можно будет пройтись. Целые долины, доли лазы, зоны, документы. Так что давайте вот здесь с вами пройдемся. Туда сварщу пока не будем. Пройдемся вот по этой секции. Изучим, посмотрим, что здесь у нас есть. Может, хватит еще на подствольный гранатомет. Смотрите, тут прямо целые кузни, кузнями. Так, что тут у нас есть? Можно? Прекрасно, грибов полно. Надо начинать пользоваться стрелами с грибами. О! А это я только сейчас заметил. Задание. Испытание в яблочко. Яблочко из лука. Так, тут еще, получается, где-то есть эти яблочки. Уверен, что есть. Вот. А испытание за испытанием. Курица, помоги мне. Святая Курнелла. Курица обыкновенная. Наверняка где-нибудь еще висит. Кто-нибудь видит мишень? Я не вижу. Она должна быть. Или они разбросаны по всей долине? Просто если они разбросаны по всей долине, во-первых, это неудобно и неэкономично. А, вижу, вижу. Вижу одно. Вы ее не видите, а я ее вижу. Вот она. Видите? Вот. О, стоп. А, это наш. Так. То есть, получается, они и на деревьях. Они на деревьях, Джонни! Мишени на деревьях! Так, здесь мы, вроде, в прошлый раз были. Грибы взять не смогли. Золото взяли, соответственно. Но тут мишень навряд ли кто-то будет вешать. Но это же склеп все-таки. И благодаря этому склепу мы купили ремонтный комплект. Ура! Хорошо. Так, на всякий случай здесь просматриваемся. Я так полагаю, они все в деревне находятся. Каждая мишень в деревне находится. Что, в принципе-то, логично. Надо только их высматривать сейчас. Ну, либо они с отступа наверху находятся. Кстати, вполне возможно, что они вот здесь смогут быть. Так что, давайте смотреть. Не удивлюсь, если они где-нибудь в долине вот здесь висят. Я сейчас буду смотреть и целиться по ним. Нет, а что? Это было, кстати, логично даже, если бы сказал. Но я тут этого не наблюдаю. Начнем, скорее всего, в другой части долины. Так, здесь мы с вами все смотрели, все забрали, все забрали, все пронюхали. Хорошо. Ура, не мешайся, а то выкину. Какой глаз алмаз заметил еще до испытания. Так. Вот глаз алмаз. Кстати, наверху что-то есть. Можно будет залезть, наверное, так понимаю. Нам дадут, наверное, возможность. Так, здесь ничего нет. Тут пусто. Так, здесь... Тут хороший обзор. Здесь, возможно, будет на что-то пострелять. Уверен. Слишком высокие ветки, слишком высокие елки. Я бы сказал, здесь отличная возможность для стрельбы. Если только знать, во что стрелять. Я пока не знаю, во что. Так. Тут еще башня со стороны. Может, вот здесь на ней что-нибудь есть? Не вижу. Давайте сразу на башню еще попробуем залезть. Уверен, у нас получится. Понять бы только с чего. Гробница испытаний. Так, о. А, это подъем. А это... Древко ветки. Значит, как-то можно забраться, я так понимаю, да? Да, можно забраться. О, нет. Не здесь. Вот, где можно залезть. Ну, я же гений. О! Землянки. Полноценные такие. Слушайте, это правильно. Вот за это респект. За это респектище. Так, неплохо. Куда дальше? Ага. Так. Держись, держись. Ну, понятно, только куда просто лезь ей. А! Давай, Лера. Леру, говорю. Лара. Я просто... Ты с четкой здесь лерал? Здесь какой-то артефакт, я так понимаю. Есть. Забрались на вершину. Это срежем. Аллилуйя! Бегите. Майзонтийские монетки. Так. А это куда дорога ведет? Ну, куда мне прицеливаться? Слишком далеко. Тоже далеко. Тоже далеко. Тоже далеко. Внизу, что ли, вот здесь где-то есть, наверное, спуск, значит. Ну-ка. Вот. Есть вот здесь. Вот. Сделали. Но прежде чем спускаться, дайте-ка и определимся, что здесь нас вообще ждет. Все-таки как ни крути. Лара, есть здесь за что зацепиться? Ну, как бы и есть, и как бы и нету. Не уверен, 100%. Так. Не будем до конца съезжать. Там есть внутренняя такая гробница интересная. Попробуем сейчас. Так, давай сюда. Да. Залезаем. Я уверен, что у нас получится здесь залезть. Да, тут есть какие-то доски. Эй, вам труп не нужен, ноги? Тут я вам гробится с пытаний. Хорошо. Прекрасно. Так, у нас, кстати, очень много оружейных патронов, опять же. Что меня отчасти и радует, и беспокоит. Потому что они не тратятся меня, по сути. А везде запасы валяются только в путь. Нет, это не ломается. Значит, с руком пока похожу. Походим, поищем мишени. Сэр, у вас есть мишень? Мишени нет. Прекрасно. Точнее, плохо, но все же. Этого недостаточно. Но придется обойти. Должно было остаться что-то еще. Отправь кого-нибудь на поиски. Эй, ты. Нам нужно помочь, если ты сюда для этого пришла. Ну, да. Что предлагаешь? Меня пришла помочь. Что я могу сделать? Мы пытаемся укрепить как можно больше вышек. Многие из них сильно пострадали во время прошлогоднего наводнения. Нужные детали у нас есть, но нужно набрать кое-что вокруг. Если мы восстановим вышки, у нас перед захватчиками будет преимущество. Мы сможем добраться до верхних уровней разрушенных башен. Можешь нам помочь? Да не вопрос. Я попробую. Спасибо. Неси их сразу мне. Только олеги шкуры. Да не вопрос, добуем и так. И кого же мне отправить? Все идут в Нижнюю деревню готовиться к обороне. Говорю же тебе, придется тебе импровизировать. Давно Яков не приводил сюда чужаков. Буря обрушила на нас потоки воды. Несколько сторожевых башен упало. Нашла, что искала? Еще нет, но найду. Эти летающие штуковины распугали многих птиц. Но у воды по-прежнему есть чайки. Так. Испытание. Вывешенные на солнышке. Соберите всех кроликов. То есть, тут еще есть высушенные кролики. У них крольчатины висит, сушатся. Вот это да. Нет, я, конечно, не возражаю ничего против. Но это, получается, надо срезать каждый раз. Здесь может... Можно? Как далеко, но так красиво. Согласен, красота. А я вижу еще и богатство. Привет, Фрин. Извини, не могу сейчас тебе помочь. Мне надо генератор починить, чтобы отправить сообщение в другие деревья. Ладно, только я не за генератором. Я окончен за одним другим. Мы знаем, что делать. Мы ждали. Молодцы. Продолжайте ждать дальше. Так, древку я возьму, потому что я отдал свою. А остатки, получается, зайчиков еще придется поискать. Получается, они развешаны по всей территории. Хотя, по поводу мишени, я думаю, логичнее было бы им вешать именно в населенном пункте. Ну, тут есть верхний старый поселить. Так, полагаю, нам нужно сейчас в нижнее, и там это все будет. Пойдем в нижнее, только сначала заглянем вот здесь, по этой дороге. Пойдем. Я пойду вот здесь. Может, видишь, что и найду новенькое, интересное. Вот, к примеру, что-то есть. Все взаимосвязано, а я всегда права. Для тех, кто понял, сколько глупо упрямство и могут прочесть эти строки, первое задание. Выследите, поймайте и освежуйте любого мелкого зверька из долины. Зайца нетрудно поймать где угодно в любое время дня, как маленьких русаков в нашей долине, так и беликов в горах. Белки держатся ближе к деревьям, а в непогоду укрываются в гнездах. А если захотите найти крысу, ищите в развалинах или там, где покоятся тела павших. Пожалуйста, не надо нести мне крыс. Так, во-первых, покачали греческий, что хорошо. Во-вторых, ищем крыс. Так. Ага. Второй нашелся. Да, они будут по всему периметру, я так понимаю. Так, а ты наверх у нас идешь. Я так полагаю, это местный лагерь приключений, да? О! Задание на сегодня. Принесите мне птицу. Большинство из них летает днем, а ночью спят. Простые птицы, вроде чаек, конечно, сгодятся. Но только для лентяев. Тем, кто захочет меня впечатлить, придется выкроить время ночью и забраться повыше. Самые ценные птицы объявляю конюка. И заранее предупреждаю. Не вздумайте тащить мне птиц со своего двора. Я их не зачту. Тяжелый педагог нашелся. Получается, у меня еще будет ночная охота. На некого конюка. О, белка внизу. Так. Здесь есть у нас мишени. Технически я бы повесил здесь парочку. Место очень хорошее для этого. Но я не вижу ничего, чтобы выделялось бы. А если так? Ну, вроде нет пока никаких мишеней. Так, ладно, давай, Лара, спустись пока что на землю бренную. Белка спокойная. Это какой-то поворотный механизм, я так понимаю, да? Рядом гробница испытаний. И здесь же зона медведя. Ну, спасибо. Ну, спасибо. О! Там наверху что-то есть. О, вижу. О! Да сколько же тебя потратить-то надо? Ты надо вообще прям в центр. Да! О! Так потратишь все древко. О! Почему мне кажется, что если я сейчас пойду, я наткнусь на грибаного медведя, который мне сзади все растопищет? Потому что так оно и есть. Потому что так оно и будет. Мишка! Меня не трогай, я тебя не трогаю. Наверное, я лучше его расстреляю. А, кстати, давайте сразимся с медведем. А че нет-то? Первый раз уже было. Так, вот это выпускает ядовитый. Я помню, верхний пускать ядовитый. Давай, бежим! И беняем быстро. Иди сюда, жирная ты медвежья задница. Я тебя жду. Ах ты, зараза! Кров! Добудь мне шкул! Товарищ! Долго ты разделываешь его? Только не говорите, что он сейчас восстанет из мертвых. Я не хочу этого. красота красота вот медведя голова и там же у нас грабниц испытаний изучим весь этот регион здесь сейчас кто-то вспоминает красота две шкурки нашли давай а это у меня есть и этого тоже полно отлично так добрый день я в гости о не только опять цветы это я в гробнице прекрасно геотермальная лара кров снаряжение отсутствует дыхательный аппарат тут такое понадобится ясно она же еще помечена да да то есть я пока войти сюда не могу ясненько а кстати да это возник может побери лара вот еще в год с собой а это так просто запутал какой-то подожди а грабниц получается чуть ниже находится она не здесь на немножко другом месте она просто рядом а наверху что тут есть там какая-то книжка записная тут есть за что зацепиться пусть смотрю какой-то бурьян ну че-то кажется что здесь есть заход да тут можно где-то войти я прямо уверен на стопроцент здесь есть еще водопад нет ну давай идем дальше может быть есть подъем вот здесь какой-то так тут где-то должен быть вход а нас же внизу эта гробница логично что мы вернулись ну и отлично тогда пойдем по другому нашему пути по пещерам по заусекам по долам по заскокам ну как планировалось сегодня и тут нету мишени да в жизни не поверю идемте вот тут идеальное место для мишеней давайте смотреть здесь они где-то должны добыть мы нашли 3 из 6 мишеней наверняка за это что-нибудь дается однозначно главное высматривать их аккуратненько и все найдем почему-то и ветка есть еще кстати напоминает мне все это дело hunter call to the wild о так ветка оленя рога казалось вот отсюда опять же отличный вид хоть ищи высматривай и стреляй конечно сомневаюсь что я не сюда уже засунули это было бы слишком нарочито а нет засунули смотрите угадал так отлично айх восемь даже так их то я так смотрю обычно засовывают в такие вот места где их сразу ты не заметишь наверное в этом и соль испытания чтобы жизнь медом не казалось причем заметьте белокрасный выявляется лучше чем вот когда ты выделение ставишь реально лучше показывается пойдемте дальше они прямо висят вот в таких местах чтобы можно было их увидеть таких достаточно открытых относительно спокойных уверен конечно что везде они хотя восемь штук расставить но заметьте большинство находится вот именно в тренировочном лагере значит логично предполагать кстати как кто додумался делать тренировочный лагерь мне интересно что с ней будет ее смыло волной нет она лежит на дне течение здесь нихрена не работает хотя не старались а тут еще и помост ладно осмотримся так а здесь закрыта дорога мне но вот здесь внизу есть пещера вот здесь прямо у основания я хочу на нее посмотреть посмотреть я не хочу свалиться с нее так есть вот аккуратно спускаемся с вами спокойно-спокойно живем-живем вот смотрите кого нашел рюкзак географа допрыгнем давай давай-давай-давай такую красоту упускать себя не уважать не заметьте-ка что там вот это местечко мы с вами нашли кстати в том месте где мы сейчас с вами были там уже находилось такое что полезненькое это хорошо а тут что у нас обитает ну наконец-то что-то стоящее ребятушки наконец-то мы нашли этот святой водопад святой водопад бомб рейдер лара кров расхитительница гробниц идеально я не знаю годится ли это о было бы забавно если бы здесь тоже была мишень типа найдите последнюю мишень почти кишки только крабницу ломайте давай открываем так снимочки пошли а чё она такая горячая о с Вон там я вижу что-то И скорее всего мне тут добираться надо Внизу вижу деньги Ага А, нет, грибы Так, рад Так Есть Пролезли, хорошо Не помрем, уже радует Муж Ривки, благородный Рус, был верующим Вслед за ним она примкнула к последователям А когда во время путешествия на север муж умер Ривка осталась с пророком Решив, что ее место среди верующих Увидев долину, она поняла Вот то, что ей нужно Она во всех подробностях воображала себе китиш И вот теперь этим мечтам Было суждено воплотиться в камни Благодаря... Ой Извиняюсь Ну сейчас зато поищем эти документы Так, документы Терапия Оперативное досье Кисельский журнал Страница Гроссбуха Дневники Лары Крофт Древницы Сцерна После жизни Гробницы Основателей Пророк Чтобы построить такой город Какитиш, нужно много сил умений Место геотермальной долины А, еще пока не открыли Кому нужен великий архитектор И пророк нашел его среди ресурсов Муж Ривки благополучный рус был верующим Вслед за ним она примкнула к последователям А когда во время путешествия на север Муж умер Ривка осталась с пророком Решив, что ее место среди верующих Увидев долину, она поняла Вот то, что ей нужно Она во всех подробностях Воображала себе китиш И вот теперь этим мечтам Было суждено воплотиться в камни Благодаря Ривке Китиш стал не просто прекрасен Но и пригоден для жизни Кстати, если посмотреть внимание У нас монгольский на первом уровне Язык полностью русский прокачанный И греческий так себе Еще пока идет Ну монгольский, точнее, так себе, я бы сказал Давайте сюда свернем Мне кажется, что здесь Здесь мы найдем много чего полезного Не знаю на сто процентов, но Но есть такое ощущение Будем выискивать О, как раз воспоминали Режка Архитектор Как-то медленно растет На сколько всего уровней И шесть, семь получается, наверное Раз так медленно идет Рост Из-за кознания Так, подождите Здесь был проход в несколько сторон Что по другую сторону Просто я понимаю, что нам здесь возвращаться Вот здесь еще какое-то боковое ответвление Вот это если обратили внимание Так Здесь Тут пока ничего нет Так, а тут у нас что? О Грибы Грибов полно Так Так, тут у нас Давай Залезай Но здесь только Добыча И все, да? Мне почему-то кажется, что не только Ну-ка, давай-ка Раз вода куда-то идет Значит, она куда-то должна и уходить Давай наверх Хотя тут, видите, вот такое узкое помещение Ц Что? Скелет? Или это что, я имею в виду? Ну-ка Ларас Залезай уже А, да Это гробница Это скелет Там узкое пространство Просто из-за тумана кажется что-то большое Ладно Здесь разобрались Хорошо Так, стоп Это проход сюда А тут еще вот такой мелкий поход, да? Ты куда ведешь? Вот что-то мне присоединяет О Я так полагаю, это выход Почему-то мне кажется, что это выход Ага, может спускаться аккуратно Аккуратно О Я с другой стороны Ладно, хорошо Даже лучше Не придется возиться О Добрый день Найдено особое место А можно монеты? Побольше монет и фресок Ну, открывай Деталь древнего лука Четыре Три из четырех Кстати, заметьте Монеток вообще нет Походу не мы одни здесь облутали Все Но Это место полностью изучено Это место полностью изучено Давайте тогда возвращаться Так Давайте возвращаться Я вообще удивлен, что здесь так мало всего Я думал, здесь будет хотя бы побольше монет Ну, походу, местная шпана тоже тут бывала Просто они нашли другой путь Учитывая, что вода нашла путь Я не удивлюсь, если молодняк тоже что-нибудь нашел Так Давай, Лара, вылезаем Мне за этим нравится Как сделали здесь систему прогрузки карты Вот такие переправы Переплывы Надеюсь, местные меня за это не пробили Так Есть мишенька Я бы здесь повесил бы какую-нибудь Нет, нету Жалко, конечно Давай впрыгнем в водичку тогда О Как нырнул он Нырок Спрыгните с нависшей над головой платформы Находясь в воздухе Быстро нажмите РТ Какая-то платформа зачтите Не знал О Не ожидал, что здесь еще что-то есть Так А Вот сюда я залезал Вот там Ну отсюда, кстати, эту мишень нельзя было увидеть другую Будет забавно, если вот здесь я Так И как мне тут быть Только с разбегу С разбегу Как-то не очень, если честно говоря Но Нет, рискнуть можно Но понятно, что мне не через водопад же мне прыгать Или вон туда Но сюда она не может Это слишком далеко для нее Но хотя давайте попробуем Почему бы и нет Почему бы и нет Я говорю сразу Для нее это слишком далеко Это я уже понимаю Но Попытка не пытка О Какой красивый кадр Дальше я спутку Есть Так Так Вот сейчас он повернется в нужное направление Ну-ка В общем, кажется, что там был зацеп Ну я говорю Она там Нет, она до туда не допрыгнет Там есть что-то Но я не знаю, что Ну она, наверное О Это что такое Рядом Кробница Испытаний А где она? Вот здесь все Прямо о ней кричит А, тут пещерка есть еще Вот пещерку я тоже хочу найти Вот Вижу Пещерку вижу Тоже заглянем Ага Сюда тоже Без акваланга Не вылезешь В общем, есть две подводные пещеры Куда попасть невозможно Есть прыжок Безумие Есть аварийные тайники Аварийные тайники там мы заберем в любом случае Потому что туда нам, я так понимаю, надо плыть Так И так, и так Давай вылезаем При реке плыть хорошо До гробницы мы сможем добраться только с помощью воды Вот здесь зона добычи Олени И прочие макулатуры А вот что такое А, это я здесь не резал кролика Точнее, я снимал освежево... Освежеванного Кролика Ну, неплохо О, вижу еще одну Ну, я говорю, они все в деревне Так Было бы глупо Если бы вот эти мишени Они были бы Ну, где-то за пределами Где-то за пределами деревни Это было бы глупо Вот, кстати, размытый дом Можно на него как-нибудь попасть Я уверен, что там Внутри какие-нибудь дореликвии Потому что они наверняка Его не облутали А мы облутали Почему? Потому что Хотя там ничего не наблюдаем Ну, значит, нельзя Не дают Так, давайте дойдем Тогда до Перевала Залезай И не смей тут падать Давай Заодно мишени Высматриваем Так, там колоколы Я смотрю наверху Но тут мишени Я не наблюдаю А музыка пошла тревожная Ну, ладно Если что, увидим еще мишени Не в первый раз Не в первый класс Как говорится Погнали А Не ближе, что ли? Ну, ладно О Здрасте Так Ну, это подводный выход Это пока еще рано А вот в деревне Полно тайников Теперь валяется Ладно Сможем достать Что радует По сюжету Нам сюда Как бы Текущая задача Но мы сейчас и вниз сходим Найдем какой-нибудь Лагерь здесь В базу Так И здесь, смотрю Все запечатано Или в принципе Поохотиться Сможем Чуть позже Лара Пожалуйста Не ползи так пока что Ой, зараза Какая Давай Есть Жалко, что Троих Прирезал Ну, тоже годится Так Так Это я зашел В какую-то Гробницу Я так понимаю Да А, я троих Я троих Молодец Ты какой я А, у меня Доволь-то выполнил Да Нет никакой Ни метки Ни мишени О Стоп, мишень Хотя было бы забавно Если бы она здесь была Реально Нет Скорее всего Мишени все там Находятся На В зоне видимости Из лагеря Они же как и там Детей обучают Значит, получается Нельзя их выпускать В дикую природу Пока что А это, я так полагаю И нашел Гробницу, да Ну, давайте изучим Еще одна Гробница Или можем Оставить Гробницу Испытаний На Геотермальной долине Да Давайте оставим Ее с вами Потом Вот эту Гробницу Глядишь К другой Выйдем Заодно Дополнительно Хе-хе-хе Тут можно открыть А, тут Нет таких Коротких Срезок Да Ладно Давайте тогда На этом с вами Сегодня закончим Хотя нет Причем заканчивать Мы с вами Зачитаем Комментарии Ребята Я даже Поставил на зарядку Чтобы не выключился Как раз Поступила парочка Комментарий За время Нашего с вами Похождения Ребят Во-первых Спасибо еще раз Всем кто Нас смотрел В течение всего Этого года Буду рад Всем В следующем И у нас Два Комментария От данного Человека Просто у него Два канала Он писал Два раза Комментарии Я зачитаю Оба Лунтик Бимтекси Наш Модератор И Подписчик И Приятный товарищ Наш С которым Постоянно истребим И общаемся Я в реальности Узнаю Прекрасный Молодой человек Девушки Набрасываемся На него Холостяк И Сакулет Как распаздывали Его 18-летие Недавно Так что Можно Итак Лунтик Пишет Пусть этот год Будет светлым И чистым Без проблем Невзгод И тревог Пусть рядом Будут настоящие Верные Друзья Родные Близкие Люди Сказочной И беззаботной Жизни В новом году И так же Пишет Поздравляю с этим Замечательным Сказочным праздником Желаю Чтобы все Задуманно И осуществилось Все хорошее Множилось А плохое Обходило стороной С новым годом Всех Если кто не верит Вот Его личные слова Что ж Присоединяюсь К этим поздравлениям Ребят Поздравляю всех Еще раз С наступившим Зачем Наступающим Новым годом Если вы посмотрите Это 31 Ночью На 1 Или вообще 1 С наступившим Вас Новым годом Или с наступающим Вас Новым годом Также с Рождеством Прошедшим И кто-то Если Ну вообще Празднаю Церковные праздники Я не знаю Нет таких Людей Но если есть В природе Что ж Поздравляю И вас тогда Всем счастья Здоровья Удачи Благополучия Берегите себя Пусть Помнят все ваши мечты Пусть У вас будет Прекрасная Финансовая безопасность И финансово-экономическая Независимость От всех Организаций мира Чтобы они Потолкал Локти себе Грызли Это реально Хороший совет Так что Всем удачи До встречи И все сбудется В этом году Чаечек за вас Мисс Крофт Не больше чокаться Лара не хочет А я сейчас сделаю А я сейчас сделаю Вот так А я сейчас сделаю Вот так Так Лара Чокаемся Чокнулась Вот так вот Чокнемся Отлично Чокнулись Всех еще раз С Новым Годом Счастья, здоровья, удачи и благополучия Ну а на связи был Вескер Мисс Лара Крофт Удачи И Увидимся С 23-м Годом До скорой Встречи Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok